Эти дети в Кабуле занимаются спортом, музыкой, учатся работать на компьютере. Каждый день они получают новые знания и впечатления, причем делают это с радостью. Все это стало возможным благодаря усилиям Андейши Фарид, которая основала сеть школ для сирот детей из малообеспеченных семей. Мы помогаем детям из небезопасных регионов. Теперь они живут здесь. Там у них не было возможности ходить в школу. Наша задача – дать детям из отдаленных провинций и деревень те же возможности, что и у их сверстников из Кабула. Фарид сама росла в непростой обстановке. Много лет она с семьей жила в лагере беженцев в Пакистане. Там же она начала преподавать. Вернувшись в Афганистан, она в 2003 году основала негосударственную организацию «Забота и образование для афганских детей». Сейчас организацию управляет двумя интернатами. Один находится в Кабуле, другой в Пакистане. «За последние 12 лет я много чего повидала. Я жила и работала с этими детьми днем и ночью. В каждом из них я узнаю себя, потому что мне довелось пройти через те же испытания, что и им». Цели, которые ставит Фарид для своей организации, весьма амбициозны – изменить молодое поколение в стране, которое уже три десятилетия раздирает война. Дети с благодарностью принимают помощь Фарид. «Она собрала детей из разных регионов Афганистана. Она очень хороший человек. Как ее ни хвали, все равно будет недостаточно». «Мисс Амдаиша очень добрая. Мы все ее очень любим». Афганистан разрывают этнические, культурные и языковые проблемы. Однако в этих школах учат уважать многообразие. «Нам еще предстоит проделать большой путь. Мы должны преодолеть препятствия во имя афганского народа, особенно детей, ведь это будущее страны». Фарид говорит, что ее школы не получают государственного финансирования. Средства приходят от состоятельных афганцев и иностранных благотворителей. Однако управляет всем лично Фарид.